А что будет, если 1, 2, 3, 4, 5, и сейчас посмотрим, прям на стадии, 1, 2, 3, 4, 5, и сейчас всё это на землю упадёт. Эта пушка это только начало, потому что дальше будет ещё намного круче. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию без модов, где сегодня на версии 1.9 мы будем рассматривать 4 самые крутые 3D оружия в Майнкрафте, ребята. Да, вы не слышали, 3D это одна из лучших команд, которые я когда-либо видел. Никакие палочки Гарри Поттера, посохи Гэндальфа, молот и Тора, да что там, даже костюм Тони Старка не сравнится с этими крутыми оружиями, потому что они не только очень круто выглядят, но они ещё обладают прям нереальными способностями. Всё это мы рассмотрим в этой серии. Но перед просмотром я бы очень сильно хотелось попросить поставить лайк, ведь, ребята, я люблю и уважаю своих подписчиков. Если у вас хотя бы есть тоже капелька уважения, то поставьте, пожалуйста, лайк. А я даю вам своё слово, то что если сегодня на вот этой серии мы набрём 1000 лайков, то завтра выйдет 2 серии без модов. Две! Вы не слышали, 2 видео без модов за 1 день. В честь выходного, в честь субботы, всё, что вам нужно, ребята, это просто поставить лайк. В первую очередь это будет для меня приятно, во вторую вы завтра получите целых 2 видео. Также не забываем подписываться на мой канал. Вот тут небольшая кнопочка, на которую вы можете нажать буквально за полсекунды, но вы за эти полсекунды сделаете меня счастливым, потому что каждый подписчик для меня очень важен. Если ты не в нашей дружной семье, подпишись, я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем. Первым делом нужно выдать себе командный блок. Делается это всё очень просто. Вот такой команды вы себе его выдаёте, ставите на землю и также вписываете команду в, в, в командный блок. Почему я так в, 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 потому что эта команда меня прям удивила. Её не нужно активировать. И она спавнится за полсекунды. Вы когда-то видели, чтобы вот, вот, командная вот эта махина заспавнилась за полсекунды? Я, если честно, никогда не видел. Вы не удивляйтесь то, что зелёные блоки это всё же версия 1.9, да, ребята? Тут много разных командных блоков. Вот тут должна быть табличка, я не знаю, почему она невидимая. То есть, видно, что есть табличка, но почему-то, почему-то текстурки нет. Ну ладно, это не суть. Сейчас мы будем рассматривать все пушки. Эти пушки прям сводят с ума, если честно. Эти пушки это прям фантастика. Да. Ха-ха-ха. А почему я смеюсь? Потому что посмотрите на вот эту текстурку. Ребята, это прям какой-то посох Гэндальфа, на котором вертится, вертится ТНТ прям как, крутится-вертится, как шар голубой. Это прям офигеть. Но что она делает? Правой кнопкой мышки вы запускаете ТНТ, который отскакивает от земли несколько раз, потом взрывается и запускает прям какой-то фейерверк ТНТ. Это офигеть. А что будет, если... Один, два, три, четыре, пять. И сейчас посмотрим. Прям нас офигеть. Один, два, три, четыре, пять. И сейчас все это на землю пойдет. А-а-а. Эта пушка это только начало. Потому что дальше будет еще намного круче. Ха-ха-ха. Да давайте еще раз попробуем. Один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот сейчас. А-а-а. Как это круто выглядит. Прям офигеть. Главное, ребята, смотрите, не переборщите. А то компьютер у вас все-таки сгореть может из-за такой фигни. Честное слово. Но мы сразу же приступаем к следующему оружию. Да. Следующая пушка это у нас призыватель торнадо. Да, ребята, можно сказать даже призыватель торнадо. Потому что что он делает? Это офигеть, что он делает. Честное слово. Офигеть, что он делает. Он призывает настоящие торнадо. Сейчас мы даже включим ночь. Сейчас мы включим ночь для того, чтобы заспавнить несколько зомби. Спавним, допустим, заспавним где-то вот тут. А почему вот тут вы сейчас увидите? Один, два, три, четыре, пять. Вот так. И спавним торнадо. Начинается гроза. Молния. Прям бог зев спускается с небес, чтобы наказать этих зомби. Начинается дождь. И что самое главное, начинается реальная торнадо. Которая будет поглощать все на своем пути. Оно будет уничтожать всех существ, всех враждебных монстров, которые только встретятся. Оно даже как-то засосало эндермен, которого я вообще не спавнил. Я даже не видел то, что он там находится. И что самое крутое, смотрите, то что это действительно все разрушает на своем пути. Интересно. А торнадо вообще остановится когда-то, или оно сейчас... Оно сейчас дойдет. Вот я придурок. Я прям его направил на команду. Так оно через какое-то время туда дойдет, ребята. Ладно, это все очень круто, но давайте будем приступать к следующей пушке. Что делает третья пушка? В первую очередь она вам добавляет файл резистанс. То есть вы больше не будете получать урон от огня. Да. Но это может сказать даже какая-то снайперская винтовка. Почему снайперская винтовка? Потому что тут мы видим паучка, да? Мы видим миленького паучка. Вот так. Сейчас, мне кажется, попадет или не попадет? Попадет. Попало, да, ребят. Оно летит точно туда, куда вы целитесь. Ну, иногда прицел, конечно, может барахлить, но все же. Это очень круто, потому что оно, вот допустим, сюда выстрелит. Оно сейчас не будет оставлять под собой огненный след. Почему? Потому что мы находимся очень высоко. А если вот сейчас... Ребята, смотрите. Оно направляется в ту сторону. И оно под собой оставляет прям какой-то огненный след. Оно будет... Оно будет... Вот смотрите, смотрите, насколько... Вот. Вот это вся территория. Вот этот весь периметр, на который можно выстрелить. То есть я не знаю, сколько тут блоков. Блоков 50-60. Может быть... Где-то вот так. На это расстояние вы можете стрелять. И как это круто. Если в конце вашей цели будет находиться какое-то живое существо, то при столкновении с ним, а это все взорвется. Допустим, если мы стрелим вот сюда. Я надеюсь, это все туда попадет. Да? Не промахнется. Снайперская наша винтовочка. Летит, 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 летит. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот. Вот как это все работает. Крутая пушка, крутая. Вот смотри, даже 3D текстурка. Вот смотрите. Вот сюда. Вот на наконечник. Да, вот он прям переливается, ребята. Вот смотри, такой оранжевый, красный, такой желтый. Это тоже очень круто. Очень круто. Но давайте мы будем приходить к следующей пушке. Потому что следующая пушка, это самая крутая пушка, которую я только видел. В первую очередь, что она делает? А вот что она делает. Иди вон. Иди вон. Это покруче, чем какой-то болот Тора. Я вам честное слово говорю. Но. А если вот так? Подкинули воздух. И в воздухе прям пнули. Слушайте. А знаете что? А если в футбольчик поиграть? А есть? О. Давай, давай. Гол, гол, гол. Давай. Ух ты. Нет. Это штанга была. Ребята, пенальти. Пенальти. Попали. Даже сетку разорвали. Коровушкам бедые. С другой стороны ворот вылетело. А давайте что мы попробуем? С добиванием. То есть подбросим. Подбросим. Вверх. И потом, пока она будет падать, мы попробуем ее добить. Да. А когда она будет находиться в воздухе? Это, конечно, будет очень сложно. Но все же давайте попробуем. Коровочка, улети, пожалуйста. Улети и подбросься. Не лагай. А просто-напросто подлети. Я тебя очень прошу. Коровушка, пожалуйста. Упс. Случайно не той пушечкой клацнул. Твою нафиг. Коровушка, мы тебя очень просим. Подлети, пожалуйста. Не лагай. Я не знаю, почему оно лагает. Вроде эти все пушки нормально работают. А может, если вот так? А, то есть нужно вперед. Посмотрите, потом... Твою... Твою... Нет. Нет. Так. Вот так. Подлетело. И давай, давай, давай. В воздухе. В воздухе. Самый красивый гол. А если мы, допустим, штрафной сейчас пробьем? Прямо, знаете, штрафной. О, у нас вратарь появился. Нифига себе. Штрафной. Да я... Нет. Коровушка, стой, пожалуйста, на месте. Вот так. Ребята, посмотрите, как это круто. Добивание. Пух. Еще раз добивание. Вот. Па. Прям девяточку. Это очень круто. Этот молот, это прям с ума может сойти. Но. А что будет, если мы наставим сюда много коровушек, да? Много коровушек. Даже включим... Да, даже включим ночь, да? Включим ночь и возьмем кучу зомби. Что будет? И возьмем камень. Зачем нам камень? Сейчас посмотрите. И по сам... Вы не верите, что мы забьем гол, даже если вот так много всяких существ будет тут находиться? Вы не верите? Смотрите. Мы построим такую стеночку. Вы меня спросите. Эдисон, зачем ты строишь стеночку? Что она тебе даст? А вот смотрите, что она мне даст. Если мы вплотную подойдем к этой стеночке с этим молотом и нажмем правую кнопочку. Пью, 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 пью. Ребята, вы можете стрелять блоками. Да. Если вы вплотную подходите к блоку и нажимаете на нее правой кнопочкой мышки. А если у вас в руках находится вот этот молот, то вы увидите, что может произойти. Вы увидите, что может произойти. Ребята, это круто. Это очень круто. Вот давайте еще раз. Это офигенная защита. Прикиньте, если вы играете в Майнкрафте с какими-то хардкорными модами. Добавили эту команду. И на вас прут там толпы боссов, монстров. И вы просто-напросто поставили такой рубеж. Ну что, паскуды, не ожидали? А вот я и начинаю. Я прям ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Обстрел с пулемета. Вот смотрите, мы там даже еще одну стенку построили. Вы как-то могли вообще так стенку построить? Офигеть. Это очень круто. А если, допустим, мы ладим целый стак и поставим вот сюда. Вот сюда. Две руки. Да? Вот смотрите, ребята. Вот. Вот. Ой, я случайно... Вот. Мы можем одновременно ставить и одновременно бить. Вот, смотри. Ребята, это так круто, что это можно просто с ума сойти. Это что за хрень было вообще? Офигеть. Это очень круто, ребята. Эти оружия, это одни из самых лучших оружий, которые я только видел. Недавно я делал обзор на оружие с Халу 5, да. Оружие были... У них текстурка настолько была крутая, что ты с ума можешь сойти. Прямо настоящее оружие. Я не знаю, как вообще разработчики сделали такую текстурку, но это было нереально круто. Я прям офигел. И вот эти текстурки, если честно, ни капельки не уступают. Это очень крутое создание. Я не знаю, кто тебя сотворил, но ты прям прелесть, честное слово. То есть сколько времени уходит, чтобы создать вот... Чтобы вообще сделать вот такое. Такие текстурки, такие умения, такие способности. Это с ума может сойти. Ребята, давайте поставим лайк не только мне, а автору. Потому что я сам ему прям... Огромное спасибо говорю. Потому что создать вот такое, это прям реально нужно быть нереально крутым. Реально нереально крутым. И за это действительно спасибо большое. Но также, ребята, не забываем, что если сегодня мы наберем тысячу лайков, то я вам даю свое слово, что завтра выйдет новая серия. Две новые серии без модов. Сегодня наберем тысячу лайков, завтра, в субботу, выходит за целый день два видео без модов. Хотите две серии, ребята? Все, что вам нужно, это секунду потратить, чтобы поставить лайк. Неужели так сложно? А для меня вы сделаете прям много чего приятного. Потому что каждый ваш лайк для меня очень сильно важен. Также тут есть небольшая ссылочка, на которую вы можете найти и прочитать. Подпишись на канал. Я буду очень сильно рад, если ты еще не подписан, но подпишешься. Это полсекунды времени, но за эти полсекунды ты меня действительно сделаешь счастливым. Потому что каждый подписчик для меня как друг. Подпишись и можешь задавать любой вопрос в комментарии. Я его буду читать, отвечать и также с тобой общаться. Потому что еще раз скажу, каждый подписчик это прям как член моей семьи. Да, ребята, еще раз скажу всем-всем за просмотр. Ссылочки на вот эту команду есть в описании. Заходите, копируйте и даже делайте сезоны с этой командой. Потому что команда реально стоит того, чтобы вообще с нею поиграть. И вообще разлечься, да, ребята. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.